Добрый день, уважаемые коллеги! На самом деле, очень приятно находиться среди врачей-патологов, клиницистов. Я постараюсь сегодня объяснить, почему это всё-таки Атлантида для нас, клиницистов, и осветить, как мы используем морфологические аспекты непосредственно в своей работе. В общей классификации, точнее, даже статистические данные по раку мочевого пузыря, стабильно это седьмое-восьмое место в мире, в том числе в Российской Федерации. Имеется незначительная тенденция к росту заболеваемости рака мочевого пузыря, как в Российской Федерации, так и непосредственно в Санкт-Петербурге, при этом рост заболеваемости за счёт первой-второй стадии, ну и незначительное снижение за счёт третьей-четвертой стадии. И непосредственно, что касается морфологии, то для рака мочевого пузыря это две основные формы, это мышечно-неинвазивный тип и мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. В результате того, что мы найдём на операции, есть ли инвазия в мышечный слой или нет, у нас осуществляется подбор варианта лечения. Данный вариант лечения впоследствии можно согласовать с рекомендациями, как Европейская Ассоциация Урологов, с рекомендациями НССН, Ассоциация Онкологов России. Но всё вместе в совокупности любые морфологические данные позволяют нам стратифицировать этих пациентов, позволяют определять прогноз и варианты развития, например, прогрессии неинвазивного типа рака мочевого пузыря, наоборот, в мышечную форму, в том числе с образованием локальных и отдалённых метастазов. Первый этап лечения у нас всегда диагностический, даже если трансуретральная резекция будет в этот момент носить характер и лечебный, но в совокупности это всё-таки диагностический этап лечения, может быть осуществлён в том числе как за счёт цистоскопии и за счёт трансуретральной резекции. Цистоскопия может не выполняться в том случае, если другие методы обследования, например, рентгенологические, либо цитологическое исследование мочи уже предваряют наш диагноз, что у пациента есть образование в полости мочевого пузыря. В правом углу экрана я привела картирование стенок мочевого пузыря, и хотелось бы остановиться на этом моменте, что работая в федеральном центре часто сталкиваешься с консультацией пациентов, которые уже ранее подвергались туру мочевого пузыря. И при проведении контрольной цистоскопии ты иногда вовсе даже не знаешь, где искать зону предшествующего рубца, где потенциально может находиться как плоский рецидив, плоская опухоль, так как может находиться карцинома инситу. Вторая сложность заключается в том, что при нормальной цистоскопической картине у пациента имеется позитивная цитологическая картина при анализе мочи. И опять же ты сталкиваешься с проблемой, а где вероятность того, что может возникнуть рецидив. Поэтому, например, Европейская ассоциация урологов все-таки рекомендует проводить картирование места забора материала. Трансуртральная резекция, если мы говорим электрохирургическая, фрагментированная, состоит из нескольких этапов. То есть это непосредственно забор основной части опухоли, это один из биоптатов. Затем забор краев резекции и непосредственная зона основания. И зона основания чаще всего у нас составляет либо собственная пластинка, либо уже непосредственно забор материала детрузера для оценки мышечной инвазии. Вот я здесь привела такой снимок, это вид трансуртральной резекции, то есть была опухоль и вид операционного поля после удаления опухоли. Как вы думаете, резекция выполнена качественно? Вопрос. Да, и так вам вопрос, да. Меня терзают смутные сомнения. Меня на самом деле тоже, потому что все-таки, скорее всего, это больше взгляд врача-уролога, который занимается трансуртральной хирургией, и восприятие опухолевого процесса дальше краев резекции макроскопически почему-то не всегда это происходит. Для врача-онколога взгляд на данную трансуртральную резекцию характеризуется следующими пунктами. Это чек-лист, который был предложен журналом Journal of Urology, который характеризуется не только тем, что выполнение макроскопически, то есть полная резекция, оценка целостности стенки мочевого пузыря, но и предлагается такой чек-лист по оценке качественности именно с точки зрения онкологии, выполненного вмешательства. Необходимо указывать количество удаленного материала, размер материала, предполагаемую стадию заболевания. Здесь статья 2016 года еще взята до внедрения новой классификации, поэтому здесь такая цифра стоит. Но, тем не менее, также должно быть выполнено бимануальное исследование. И, соответственно, еще раз обращаю ваше внимание, что в завершении должна быть либо фотографическая документация, либо выполнение картирования, которое я показала ранее. Как хирург может помочь патологу? Интересный такой момент. Я знала, что у нас есть сложности между пониманием друг друга, но не знала до какой степени. По статистическим данным, это метанализ, в 30% случаев происходит расхождение между интерпретацией одного и того же заключения врачом-патологом и врачом-клиницистом. При этом, если проводить повторный пересмотр данного гистологического материала, первичного в различных лабораториях, то разница между интерпретацией и между самими патологами колеблется от 16 до 18% приводится. И еще такой момент, что если выполнять ретур в течение 8 недель после первичной операции, то изменение стадии заболевания происходит в 16% случаев, то есть в момент первичной диагностики не всегда происходит, например, забор мышечного слоя, либо происходит недооценка этого слоя. И, соответственно, впоследствии меняется диагноз и прогноз у этого пациента. Кроме того, как еще мы можем помочь качественной оценке материала? Во-первых, маркировка. Используемая технология забора материала, будь то фрагментация, как я показала ранее, либо если это опухоль все-таки меньших размеров, меньше 1 см, небольшая, то в выполнении N-блок резекции основное преимущество, которое нам дает N-блок резекция, это что в 98-100% случаев происходит забор мышечного слоя. То есть на момент уже первичной оценки диагноза мы можем предсказать, имеется мышечная инвазия или нет. И, собственно, само гистологическое заключение, о чем уже коллеги говорили ранее, включает в себя 7 основных пунктов. Помимо типа процедуры локализации в мочевом пузыре, это определение гистологического подтипа, процента подтипа опухоли, присутствие других типов, таких как плоскоклеточный тип, нейроэндокринный рак мочевого пузыря. И привела пример недавнего гистологического заключения моего пациента. Пациенту был выполнен биполярный тур мочевого пузыря. И, собственно, забор происходил согласно этим критериям. То есть первое – это маркировка. Видимая часть опухоли, обязательные края резекции и дно резекции. Зачем нам нужны все вот эти данные в гистологическом заключении? Такие как число образования, размер опухоли, вовлечение детрузера, градирование опухоли, лимфоваскулярная инвазия. Это нужно все для того, чтобы спрогнозировать, как поведет в дальнейшем эта опухоль на проводимое лечение либо наблюдение. То есть, по сути, все вот эти факторы являются для нас факторами риска. И на основании их мы уже строим стратификацию на группы риска. Это группы низкого риска, высокого риска. И то, что не вошло в low risk и high risk – это промежуточный риск рецидивирования и прогрессирования заболевания. На данный момент у нас одобрены у онкоурологов две основные шкалы риска. Это шкала ERTC, это 2006 год. На основании всеми, по-моему, исследований Европейской исследовательской школы по онкологическим исследованиям в данную шкалу включены размер образования, число, частота рецидивов и степень дифференцировки опухоли. Вторая все-таки шкала, она более поздняя, это испанская шкала. И данные там основаны для пациентов, которые перенесли уже БЦЖ-терапию. Зачем нужна нам вот эта стратификация, например, для мышечно-неинвазивных форм? Эти данные нам нужны для того, чтобы определить вариант проводимого лечения. Например, для группы низкого риска предпочтительная опция может быть вообще наблюдение либо проведение интравизикальной внутрепузырной терапии. Если мы говорим про образование более высокой степени агрессивности, то есть это стадия Т1, high grade, то предпочтительным считается назначение БЦЖ-терапии. А в случае, например, более редких вариантов, это микропапиллярный, плоскоклеточный, не плоскоклеточный, а плазмоцитойдный вариант, то предпочтительным вообще изначально пациенту предложить радикальную цистектомию, нежели проводить БЦЖ-терапию, либо внутрепузырную терапию. Что еще можно обсудить именно в вопросе мышечно-неинвазивных опухолей? Это оценка детрузера в материале. Первично, если не был забран детрузер в момент первичного тура, то повторное нахождение его при последующих турах достигает от 25 до 40%. При этом хирург с 10-летним опытом, вероятность того, что он обязательно возьмет мышечный слой по соотношению рисков, это практически в 5 раз он имеет шанс забрать этот мышечный слой. И по данным Европейской ассоциации урологов, они рекомендуют как бы ежегодно проверять и повышать навыки выполнения как трансуретральной резекции, биполярной, либо с использованием лазерных технологий. То есть это очень важно, даже несмотря на то, что ты считаешься опытным хирургом, большим стажем, постоянно совершенствовать свои навыки. Что еще, какие еще значения морфологии имеют, например, для лечения? Например, для БЦЖ-терапии, чтобы предупредить формирование БЦЖ-рефрактерности, например, необходима оценка опухолепростатического отдела уретры. Наличие лимфоваскулярной инвазии снижает вероятность, точнее продолжительность безрецидивного периода для пациентов с 75% до 30-25%. То есть это крайне неблагоприятный признак, и таким пациентам не рекомендуется, например, начало БЦЖ-терапии. Ну и такие варианты редкие опухоли, как микропапиллярная, саркоматоидная, флазмоцитойдная. Это, да, ограниченная встречаемость этих случаев, там порядка до 5-7%, но они имеют крайне неблагоприятное поведение, и, соответственно, минимально инвазивное такое лечение, как БЦЖ-терапия, в таком случае не рекомендуется. По поводу мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, в основном у нас идут два направления, это проведение консервативного протокола, либо проведение предоперационной химиотерапии, все-таки она более предпочтительна, с последующей радикальной цистектомией. Здесь нас интересуют такие морфологические критерии, как лимфоваскулярная инвазия, которая выявляется в 35% случаев и ассоциирована с высоким риском прогрессии и рецидива заболевания, то есть обнаружение лимфоваскулярной инвазии в ходе цистектомии, повышает вероятность раннего рецидива в полтора раза. Сопутствующая карцинома инситу, именно после выполнения радикальной цистектомии, ассоциирована с вовлечением в процент с верхних мочевыводящих путей, практически соотношение рисков до 5%. И также интересен вопрос статуса удаленных лимфатических узлов. По поводу простатического отдела уретры, тоже интересный момент, как раз-таки вот когда идет переход инвазии, либо это стромальная инвазия, то канцероспецифическая выживаемость составляет 12%. Почему так важно? Почему они поменяли вот это вот стадирование? Если идет все-таки инвазия со стороны... Правильно скажу эпителия? Правильно. То вероятность, продолжительность опухоль специфической выживаемости уже повышается, составляет 40%. Соответственно, поэтому и поменялось стадирование. То есть не Т4 это расценивается, а как Т2. По поводу молекулярных потипов из нового, и достаточно вот интересная работа, это 2020 года, благодаря компьютеру они смогли синтезировать... У нас же много классификаций молекулярных потипов, которые иногда даже ты не понимаешь, к какому потипу может быть соотнесена эта опухоль. Исследователи группы Европейской ассоциации урологов, они проанализировали более 1700 случаев рака мочевого пузыря, и каждый раз, для каждой классификации они присваивали определенный балл данной опухоли. Потом они все это загнали в компьютер, проанализировали, и в итоге они все-таки опять выделили 6 типов рака мочевого пузыря. Но примечательность этой работы в том, что они показали для какого типа, это, скажем так, более наглядно и понятно клиницисту, какой вариант лечения предпочтительным при данном молекулярном потипе рака мочевого пузыря. Например, популярный люминальный имеет наиболее продолжительную медиану общей выживаемости и также имеет повышенную экспрессию FGFR, точнее, мутации FGFR-рецептора. Соответственно, предпочтительно, например, в этом случае, в популярном люминальном, назначить ингибиторы FGFR-рецепторов, то есть это работы там 2018-2019 года. Или наличие FGFR-мутации, соответственно, там может быть предпочтительно назначение иммунотерапии. Нейроэндокринные опухоли характеризуются там высоким частотой клеточных циклов, соответственно, возможно, в этом случае применимо, наоборот, будет проведение лучевой терапии. То есть вот, например, для меня, как клинициста, стало как-то все-таки более упорядовчиваться. То есть не так страшно читать все эти подтипы. По поводу опухолевой гетерогенности, она имеет свое место, например, в значении химиотерапии, но в то же самое время рак мочевого пузыря, это наравне с раком легкого и раком кожи, имеет высокую частоту мутационной нагрузки, там порядка до 7 мутаций на случай. И это очень применимо, например, для назначения иммунотерапии. Последнее вот исследование 2020 года, АМВИГР-130, они показали, что сочетанное исследование Tumor Mutation Board высокое в сочетании с повышенной экспрессией ПДЛ-рецепторов характеризуется более продолжительной медианой общей выживаемости. То есть потихоньку исследования уходят в сторону сочетанного использования критериев отбора для проведения иммунотерапии. Ну и на данный момент, например, для местно распространенного метастатического рака мочевого пузыря насчитывается уже более 7 препаратов. С одной стороны это здорово, с другой стороны то, с чем, например, я столкнулась и сталкиваюсь иногда, что клиницисты не понимают, какой по типу определения ПДЛ-рецептора нужно назначить пациенту. Потому что, насколько я знаю, сейчас у нас в арсенале два доступных теста. И те исследования, которые проводились, например, для уротелиального рака, они крайне ограничены. Там небольшое число исследований. В основном эти тесты использовались для оценки иммунотерапии на раке легкого. И клиницисты иногда не понимают, что, например, назначая один препарат, выбор теста для определения ПДЛ-рецептора может абсолютно не соответствовать этому препарату. Я вот вижу сложность в этом. Ну и в завершении, почему, собственно, Атлантида? Потому что, несмотря на количество исследований, которые мы производим, статьи, которые выходят, обсуждения, пока что вот той идеала лечения рака мочевого пузыря найти не удалось, но, тем не менее, есть перспективы, например, с молекулярным типированием. И на данном слайде я показала, что и патолог, и онколог держат молекулу генома рака мочевого пузыря, что подчеркивает, что если необходимо лечить качественно на случай рака мочевого пузыря, то это должно быть основано на сотрудничестве между патологом и врачом-хирургом. Спасибо.